Ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Вот уже больше шести месяцев у меня Xiaomi Mi 9T и сегодня хотел бы сделать для вас обзор. Начнем с самого основного, с самого такого животрепещущего, это что же с батарейкой. Потому что многие говорили, что после того, как этот смартфон поживет несколько месяцев, у него начнется просадка батарейки, особенно из-за того, что здесь у нас новый протокол зарядки. Так вот, ничего подобного. В данном смартфоне используется Quick Charge 4 поколения, который более бережный, более аккуратный. И та зарядка, которая идет в комплекте, она у нас простая. Это зарядка Quick Charge 3 поколения. Я не понимаю Xiaomi, почему они так сделали, неужели им так дорого установить туда более дорогую зарядку. Здесь установлена простая зарядка, которая поддерживает все те же 18 ватт, но я рекомендую купить отдельно зарядку. Например, вот такую. Это зарядка BASUS. Она у нас поддерживает множество разных видов и протоколов зарядки. Она у нас выдает очень хорошую мощность, без просадки, без всего остального. Можно заряжать и кабелем, который идет в комплекте, и кабелем USB-C, который можно купить отдельно. Вот в таком случае, в такой связке у вас получается Quick Charge 4.0, который как раз таки и сбережет вашу батарейку. У меня на протяжении уже больше полугода батарейка не деграднула. Она реально такая же, как и была с момента, когда я купил этот телефон. Поэтому я могу отметить, что данный телефон реально имеет очень хорошие аккумуляторы. Чего не скажешь о конкурентах, которые, например, Lenovo, у них спустя полгода использования иногда начинается просадка по емкости. Ну такая, довольно существенная. У меня даже был опыт. Один из Lenovo у меня настолько высадил аккумулятор, что потом мне, чтобы его стартануть, нужно было его около суток держать на зарядке без использования вообще. То есть пока он наберет хоть какой-то заряд, но потом все восстановилось. В случае с Xiaomi такой беды нет. Что касается камер, это тоже такой момент, который многих интересует, хватает ли их сейчас на данный момент, спустя полгода, когда уже есть конкуренты, которые показывают модули там и на 64 мегапикселя и так далее. Здесь у нас камера 48 мегапикселей нормальных, честных, адекватных, которые на самом деле, ну их хватает. Их вот действительно хватает в любых условиях. Будь то темно, светло, объекты стрит, объекты, допустим, лица, группы, групповые фото. То есть все это вполне покрывают вот эти три модуля. Эти три модуля у нас имеют, то есть это Zoom, основной модуль 48 мегапикселей и ширик. Эти три модуля имеют неплохую светосилу, но в случае с шириком у вас вечером, ну вечером еще более-менее, если много света. А вот ночью уже получаются не очень хорошие снимки, видео получается перешарпленное, много шумов, резкость теряется, мне не понравилось. Но это опять-таки я говорю про когда света вообще по нуля. Что касается зума, то даже при хорошем освещении получаются такие песочные какие-то видео, фотки получаются просто огонь. И основной модуль это просто отменный модуль. Он показывает просто восхитительные снимки. До сих пор эта камера может уделать там любой бюджетник Xiaomi, который даже по мегапикселям вроде как больше. Ну я сейчас имею ввиду тот же Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S. Все эти телефоны они как бы по мегапикселям вроде как имеют очень много, но по факту сдуваются. Что касается интерфейсов. Здесь у нас USB Type-C. Все очень здорово. До сих пор работает прекрасно. Ничего не расшаталось. Нигде не побился корпус, хотя этот телефон я примерно 20% времени использовал без чехла. Нигде ничего не поцарапалось, нигде ничего не побилось, хотя я переживал. Да, я просто знаю, знаете у меня есть опыт не только мой личный, но и тот, который вы выкладываете в своих комментариях. И люди пишут, что вот эти стекла они очень хорошо царапаются. Я уже проделывал опыт, когда свой Redmi Note 7 я брал и царапал строительным ножом. И он типа не царапался. Но потом я ходил просто с этим телефоном без чехла на радостях, что вот видите ли у него. Он даже строительный нож, прямое такое, знаете, воздействие выдержал. Походил некоторое время просто подержав его в кармане, положив на стол вот так. Царапины появляются, микроцарапины появляются. Я понял, что никакая Gorilla Glass 5 поколения не спасает на самом деле. Потому что все вот эти царапины, которые вживую появляются в быту, они на самом деле очень мелкие. Их незаметно и легко появляются совершенно. Поэтому не стоит надеяться на вот эту вот Gorilla. Теперь, что касается звука. Я очень привередливый пользователь, потому что я очень люблю слушать музыку. Здесь у нас уже установлен неплохой чип и звук звучит и из динамика неплохо, достаточно громко, чисто. И из наушников, что немаловажно. Но я себе вот такую штуковинку заказал в Китае на Алиэкспрессе. Это обычный ЦАП. Не обязательно такой, вы можете купить какой вам больше нравится. Они есть разные, подешевле, подороже. Просто этот один из самых дешевых и доступных. У меня уже на канале на основном был даже обзор этого ЦАПа. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Эта штука подсоединяется вот сюда в USB-C. Сюда подсоединяйте наушники и слушайте музыку в превосходнейшем качестве. Если вы не любите слушать музыку по проводам, в вашем распоряжении aptx-HD протокол для передачи на эти наушники. Но важный момент, при этом должны быть очень хорошие и качественные наушники с хорошим ЦАПом. То есть не какие-то дешевки за 5-10 долларов. Это должны быть очень достойные наушники. И тогда вы ощутите всю прелесть звука на вот этом смартфоне. Что касается дисплея. До сих пор это яркий, сочный дисплей. И мало кто с ним может конкурировать. Минусом является отсутствие DC-димминга. Минусом является то, что вот эти полосы, мерцания, которые будут появляться у вас. Вы их здесь сейчас не заметите. Это заметно только при определенных настройках камеры. Ну вот я не знаю, может быть так увидите. Нет, вы так не увидите. Так вот, вот этот DC-димминг, он есть в обновлениях, ну вот в новых прошивках его добавляют часто. Но здесь его не добавили. Обычно Xiaomi добавляет. Вот в Mi 9 у меня не было, потом добавили. В Mi 9 Lite у меня он был изначально и его не стали убирать. Это здорово. Но вот здесь этого нет. И если у вас есть такая беда с глазами, что вот плохо влияют AMOLED дисплеи на глаза. Обязательно рассмотрите другой вариант смартфона. Не покупайте, потому что от этого могут болеть глаза. Но как это проверить, я даже не знаю. Вам в магазине вряд ли вам удастся прийти в магазин вечером, когда уже вы уставший. И попользоваться им несколько часов для того, чтобы понять. Но как правило, те, кто пользуются смартфонами с AMOLED, часто говорят о том, что никаких проблем у них нет. Только единичные случаи. Бывают, что глаза болят, устают. Ну тогда у вас просто выбор. Вам нужно покупать с IPS матрицами смартфоны. Вот и весь секрет. В итоге получается, что смартфон на данный момент очень актуальный. Очень мощный. Его скорости и производительности хватает до сих пор. У него очень хороший безрамочный дисплей. То есть он ощущается очень красиво. И если вот кто-то смотрит со стороны, по любому взгляд падает. И они такие, вау, ничего себе, круто. Никаких вырезов, капелек. И до сих пор это очень красивый по дизайну смартфон. Единственная раскраска может, конечно, смущать. Я до сих пор не очень в нее влюблен. Да, он такой необычный, красивый, симпатичный. Но симпатичный, но не красивый. Вот это правильная формулировка. Он не красивый, потому что вот это вот, но мне не очень нравится, как оно переливается. Даже тот же Redmi Note 8 очень красив по своей расцветке. Mi 9 очень красив. Mi 9 Lite очень красив. Вот этот, ну, как-то не зашел мне до конца. Теперь по поводу того, что идет в комплекте. Вы получаете зарядку кабель-чехол. Кстати, чехол хорошего качества, но нужно тоже его беречь. То есть, если лишний раз будет падать у вас телефон в этом чехле, ну, он как бы просто не выживет. Он весь потрескается и все. Чехол достаточно марки. Видите, отпечатки остаются. И царапучий. То есть, если не беречь, он будет весь в царапинах. Но, благо, очень много сейчас есть разных чехлов на этот телефон. Огромное количество. Я на своем канале показывал просто там с десяток разных чехлов. Можете посмотреть, на основном канале были эти все обзоры. И я показывал, что есть чехлы очень высокого качества, причем недорогие. На данный момент этот телефон хорош также еще тем, что у него есть все современные протоколы по передаче связи. Например, это Bluetooth новый пятого поколения. Хотя понятно, что в топовых решениях сейчас будут устанавливать уже Bluetooth 5.1 или 5.2. Я уж точно не помню. То есть, уже более новый модуль. Но кому он нужен, если вся периферия еще даже до сих пор на пятый Bluetooth не пересела. То есть, там 4.2 до сих пор в колонках используется и в наушниках некоторых. Поэтому этого хватает. Также, что касается навигации, GPS и GPS GLONASS, здесь все работает прекрасно. И Wi-Fi, что немаловажно, тоже здесь у нас работает прекрасно. Wi-Fi поддерживается Dual Band 2.4 и 5 ГГц. Если посмотреть, то вот по сетям он у меня увидит, видите, все сети. 5G это 5 ГГц сеть. Ну и то же самое относится к сети Mi 4A 5G. Это тоже 5 ГГц. Он к ним прекрасно подключается. Никакого реконекта, никаких дисконнектов. Все просто отменно работает. Я для себя отметил, что это один из самых стабильных смартфонов и по софту, и по модулям связи, и по скорости работы, и по дисплею, и по звуку, и по камерам. Поэтому на данный момент, ну, ему может быть конкурентом только смартфон, у которого есть там DC Dimming, да. Также у него есть звонилка, видите, да, звонилка MIUI, которая, в принципе, позволяет вам записывать звонки. В случае с Mi 9 Lite у вас уже будет звонилка гугловская, к которой я, конечно, некоторое время привыкал, но она мне очень нравится. Она очень удобная. У нее есть много классных функций, и вот это окошко, которое можно двигать, ну, прекрасно вообще она реализована. Мне очень нравится. В итоге, спустя больше, чем 6 месяцев, полгода, этот смартфон остается одним из моих самых любимых телефонов Xiaomi. И если меня кто-то спрашивает, стоит ли его покупать, ну, я никогда ничего не рекомендую, стараюсь не рекомендовать, чтобы потом в мою сторону не сыпалась какая-то критика, да, там, и вот ты порекомендовал, а мне вот это, вот это, вот это не нравится. Но это тот смартфон, который я, например, для себя лично порекомендовал бы. Ну, просто потому что по массе критериев это просто топ. Спасибо всем за внимание. Кому интересно, где можно купить максимально дешево, ссылки будут в описании, там же будет ссылка на два кэшбэка. Обратите внимание, чтобы вы могли сэкономить и вернуть часть своих денег. Пользуйтесь кэшбэками, теми, которыми я пользуюсь. Ну и, конечно же, самое интересное есть еще на основном канале и в группе ВКонтакте, там есть купоны, скидки, акции, распродажи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok